В данном запросе мы выбираем сначала из таблицы, которая связывает товары и продажи, и затем присоединяем к ней, собственно, сами продажи и товары для того, чтобы, например, узнать номера заказов или название самих товаров. Однако MySQL, проанализировав все три сущности, решил начать план выполнения запроса с того, чтобы выбрать все записи из таблицы good, то есть из таблицы, где наименьшее количество кортежей. В данном случае там кортежей 20. А вот в следующей операции как раз идет присоединение таблицы saleHasGood. Она присоединяется по внешнему ключу, который связывает saleHasGood, saleID и первичный ключ в sale. И, собственно, здесь отображено, что именно этот ключ используется для присоединения, для выполнения следующей операции, которая присоединяет эту таблицу. Для каждой из операций присоединения таблицы нам нужно будет использовать два кортежа, поскольку, взяв первичный ключ из отношения good, нам нужно будет сначала по внешнему ключу узнать, какой именно кортеж из saleHasGood нам нужен, а затем взять его первичный ключ, который нам затем понадобится для того, чтобы взять какие-то другие атрибуты этого кортежа, из этого отношения. И как раз в следующей операции используется внешний ключ, который мы получили из saleHasGood. Мы присоединяем saleHasGood к sale. И для sale этот атрибут, по которому мы присоединяем, является первичным ключом. Поэтому здесь используется другой тип операции. Это эквивалентная ссылка. Собственно, для этой операции, поскольку нам по первичному ключу и так доступна самозапись, нам потребуется всего одна операция считывания кортежа для каждой из выполняемых вот такого типа операций. И здесь также указано, что для выборки из sale мы используем primary key. Этот запрос является относительно простым, поскольку здесь выполняется непосредственно только один запрос. А в случае, если бы здесь были какие-либо подзапросы или операции объединения множеств типа union, то стоял бы другой тип выборки. И также было бы указано, что здесь есть несколько запросов и с различными идентификаторами. Например, попробуем объединить запрос с самим собой и рассмотрим план этого запроса. Здесь мы видим, что в запросе используются два запроса с различными идентификаторами. И после этого происходит операция объединения. Объединение происходит команд с типом all, но при этом не используется никаких ключей, поскольку в этом нет никакой необходимости. Здесь просто указывается, что объединяются запросы с следующими идентификаторами 1 и 2, которые выполнялись ранее.